Витаю! В этом видео мы рассмотрим инструмент ТАЙТ-связка. Очень необходимый инструмент, когда нужно смоделировать совместную работу нескольких несвязанных 3D-моделей. И его новую функцию, которая появилась в версии FreeCAD 1, циклическую симметрию. Итак, начнем со связки. Вот наши четыре несвязанные 3D-модели. Выполняем их булевое слияние и переходим в WebCave. Создаем контейнер с расчетом. Генерируем сетку конечных элементов. Добавляем материал. Закрепляем концы деталей. Добавляем нагрузку. Включаем клип-фильтр, чтобы добраться до скрытых поверхностей. И запускаем инструмент ТАЙТ. Одна связка может вместить не более одной пары поверхностей. Пара состоит из ведомой и ведущей поверхностей. Причем первая выбранная будет ведомой, а вторая выбранная – ведущей. В поле допуск для параллельных поверхностей просто вводим размер геометрического зазора. А для непараллельных нужно сначала определиться, на каком расстоянии от ведущей поверхности будет выполняться поиск ведомой. От этого будут зависеть результаты расчета. Проще всего допуск представить в виде рамки, отсекающей ведомую поверхность от 3D модели. У нас тут две одинаковые детали со скосом. Для одной поставим допуск 60 мм, для другой – 160 мм. И посмотрим, как это повлияет на результаты расчета. Пичка «Enable Adjust» «Разрешить постройку» сдвигает узлы сетки в рамке допуска. Но она нужна не особо часто. Все готово к расчету. Идем в Calculix, нажимаем «Записать файл задачи» и запускаем расчет. Смотрим результаты. Как видим, теперь несвязанные геометрические детали работают совместно. Теперь посмотрим, как на их совместную работу повлиял допуск. Со стороны, где грани деталей параллельны, на поверхности треугольной призмы отпечатались напряжения, повторяющие окружность цилиндра. А с непараллельными гранями все иначе. Там, где допуск 60 мм, во взаимодействие вступила только часть поверхности, ограниченная секущей допуска. И на призме отпечатался небольшой прямоугольник, представляющий проекцию, отсеченную допуском грани. Там, где допуск 160 мм, площадь отсечения допуска больше и, соответственно, площадь взаимодействия деталей тоже больше. Как видим, на грани треугольной призмы отпечаталось почти все поперечное сечение скошенного бруска. Поскольку допуск напрямую связан с жесткостью захваченного участка, он также влияет и на напряжение. Связку можно назначать не только прямым, но и криволинейным поверхностям, которые взаимодействуют аналогичным образом. Вот мы видим на грани треугольной призмы проекции фрагментов привязанных деталей. Далее рассмотрим циклическую симметрию. Циклическая симметрия в МКР появилась давно для сокращения времени расчета путем уменьшения сетки конечных элементов за счет моделирования только одной повторяющейся по кругу части детали. При построении 3D модели нужно учесть одну особенность. У циклической симметрии в Калькуликс не может быть общих узлов с другими граничными условиями, такими как например закрепление. Поэтому между ними нужно заложить небольшой промежуток. Например, здесь у меня будет закрепление, а справа и слева будет надложена циклическая симметрия. И вот эти необходимые разрывы. Которые можно сделать, добавив в скетчи дополнительные узлы. Теперь переходим в МКР, создаем контейнер с расчета. Генерируем сетку конечных элементов. Добавляем материал. Добавляем закрепление. Добавляем нагрузку от центробежной силы. Теперь добавим циклическую симметрию. Вызываем инструмент ТАЙ, указываем пару поверхностей. Еще раз обратим внимание на необходимый промежуток, но уже между наложенными граничными условиями. Вот он. Между циклической симметрией и закреплениями. С левой и с правой стороны. Теперь идем в свойства ТАЙ. Включаем циклическую симметрию. Указываем на сколько секторов была разделена окружность. И сколько секторов мы хотим видеть в результатах. Все готово к расчету. Идем в калькуликс, нажимаем записать файл задачи и запускаем расчет. Смотрим результаты. Сектор деталей превратился в целую деталь. И результаты у нас получены как для целой детали, а не для ее кусочка. На этом все. И, как завжды, дякую за увагу.